Рыбам следить за здоровьем, тельцам денежные поступления, овнам контролировать эмоции, козерогам избавиться от лишнего. Астролог Татьяна Семчук на своих картах видит все, что принесет наступающий год петуха. Львы и девы на особом положении, фавориты года, но везунчиками можно назвать тех, кто рожден под знаком весов. Весов ждет колесо фортуны в этом году. Это говорит о том, что что бы весы ни делали, им разрешается в этом году быть самим собой. И небо в этом году решило их просто побаловать. Видно, в том году они хорошо потрудились, и поэтому каких-то серьезных задач и испытаний для них нет, не будет. Чтобы Новый год был удачным, нужно быть со своей семьей и соблюдать традиции. Так принято в семье Макаровых. Наряжать елку, готовить и петь любимые песни. Главное – всем вместе. Такая необычная, очень раритетная игрушка у нас есть. Игрушку эту мне подарил мой друг Сергей Шевченко, который работает художником по свету в Большом театре. И когда я приезжала в Большой театр, мне вот такую игрушку подарили. Это игрушка – символ музыки в нашем доме, символ творчества. В Большой семье и традиции велики. Каждый год собираются все вместе и даже готовят творческие номера. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Традиционно на каждый Новый год я, конечно, как бабушка варю холодец наш русский. Оливье. Салат оливье. Это уж все, да, под шубой. Ну и всякие, конечно, печености и торт печем. Звезды говорят, наступающий год петуха обладает женской энергией инь. И женщинам вести будет больше, чем мужчинам. Чтобы усилить удачу в делах любовных, нужно выполнить особый ритуал. 3 января в 10 утра начать 40 минут. И сделать это ровно 20 минут до 11. Нужно будет взять какую-то ленточку, можно розовую, можно золотую. И завязать на ней 7 узелочков. Причем прежде чем узелочек мы завязываем, мы будем проговаривать свое желание. По восточному календарю год петуха наступит только 28 февраля, и он полноправно вступит в свои права. И по прогнозу астролога уже с марта у всех знаков зодиака начнутся позитивные изменения в жизни. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.